всем привет вы на моем канале о вязании сегодня у меня для вас очередная болталка придумала эту болталку давновато но забывала в общем снять на эту тему видео и как вы уже поняли из названия видео кстати я на сейчас еще не придумала как он будет называться но это что то будет из серии список того чего я постоянно забываю и что касается вязания и вот видите я даже не могла постоянно забывала в общем что мне нужно это видео снять потому что на самом деле этот список я записывала чтобы ничего не забыть я написала уже давно вот и сейчас у нас очень плохая погода у нас такой громкий дождь идет я надеюсь что я говорю громче чем льет дождь и в общем села я снимать видео пока вот вижу рукавчик для мастер-класса по реглану снизу вверх и в общем решила поболтать я на лицевая глаз мне ничего считать надо я могу спокойно смотреть блокнот так в общем это будет видео о том что я забываю делать во время вязания или связанием все касаемо именно вязальная тема да ну в общем как и весь мой канал первое о чем я постоянно забываю и от этого конечно же страдаю то есть все все пункты да это именно те которые мешают хорошей производимости да то есть понижает мой кпд хотя я не могу сказать что я жаловалась когда-то на свою память но бывают конечно какие-то моменты а вот эти моменты почему я никак не могу запомнить я просто даже не знаю в общем первый пункт это я постоянно забываю записывать ряды и вообще в принципе любые записи вести я понимаю что это иногда не имеет вообще даже то есть нет острой необходимости если допустим я вязала какую-то вещь и записывать для того чтобы потом повторить если знать что я не собираюсь и повторять конечно смысла нет но когда это какое-то парное изделие например там две рукавицы или два носка или я знаю что мне могут такую шапку заказать на повтор но в общем мало ли что плюс снимаю мастер-классы и иногда просят повторить в общем то вещь до для того чтобы связать в общем еще одна и вот эти записи они бы мне очень помогли сэкономили время но я постоянно забываю любые записи количество рядов количество рапортов сколько петель я набирала если я не рассчитывала и записывала то есть принципе когда я снимаю мастер-класс для меня это спасение потому что я всегда рассказываю подробно расчеты свои до проговариваю их и тогда у меня с этим проблем нет но как только я вижу без видео все хана я не знаю как это почему так происходит вот носок да я связала носок пока я его вязала я помнила где сколько рядов там на голенище на стопе где сколько рядов резинки где чего пряжа тонкая и я понимала что мне надо срочно записать ряды пока я их помню потом когда я связала носок я посмотрела что я ну планировала я в общем на следующий день начать второй и думала что я не успею забыть пока свяжу но как-то в общем носок отъехал на второй план и теперь мне придется прежде чем связать начать связать второй носок мне придется все пересчитать а ведь можно было потратить всего там минуту времени записать эти ряды эти петли и не было никаких проблем и так у меня очень много с какими вещами это какая-то вообще проблема проблем надо научиться записывать у меня кучу тетради я позаводила и блокноты и ежедневники и тетради и вроде все поначинала и вроде листики какие-то там постоянно под рукой у меня лежат и даже ручка у меня уже лежит везде где только я могу сесть и вязать и на диване и здесь и и в сумке и в рюкзаке и в машине даже есть ручка и маленький блокнотик и я все равно ничего не записывая все это держу в голове ссылаясь на то что я потом когда повяжу да вот у меня там руки устанут или глаза я сяду и запишу промежуточный отчет ну в общем все это вранье я обманываю сама себя и я бы была бы очень рада если все таки куда-нибудь я все-таки научилась до записывать ночью я постоянно забываю о том что нужно записывать ряды там петли в общем-то печалька печалька это самая большая проблема так второе что я постоянно забываю это когда я вижу какое-то полотно не по кругу да а именно когда допустим это рукав будет со швом и начиная делать убавки или прибавки зависимости от того снизу или сверху я вижу и я забываю делать прибавку любавку в конце ряда в общем я там слежу конечно да за по счетчику что у меня вот в этом ряду прибавка в начале ряда я прибавку делаю довязываю пока до конца ряда я забываю что мне нужно сделать в конце прибавку разворачиваюсь и ухожу обратную сторону и потом приходится распускать и делать эту прибавку я конечно могла бы исхитрись да и сделать там ряд выше но потом может дойти до такого что я не буду носить вещь только потому что я знаю что там есть косячок который скорее всего вообще кроме меня никто никогда не увидит и и вообще но я буду знать и буду знать где она не буду носить и вот есть такая проблема что я в конце забываю об этой прибавки убавки все наверное потому что постоянно в принципе когда я вяжу какие-то вещи я в основном в тишине не вяжу я или музыку слушаю или какое-то видео на ю тубе смотрю сериальчик что-нибудь такое и получается вот такая вот ситуация так третий пункт тоже не знаю как так я забываю менять спицы например я села вязать шапку и я хочу чтобы у меня резиночка была поплотнее да например лана gold classic основное полотно я например буду вязать на четверки или на четыре с половиной но хочу резиночку связать на тройке чтобы резиночка была плотная я беру спицы номер три начинаю вязать резинку и потом так перехожу на основное полотно провязала полушапки тут я вспоминаю а спицы то я не поменяла то есть я настолько увлекаюсь вот этим перебиранием петель что я даже могу не заметить то что у меня там полотно какое-то плотное в косах да а должно быть по свободнее я на самом деле просто взяла и забыла поменять спицы и если с ситуацией когда с маленьких начиная на большие да то есть тоже шапку до маленькими начинала резинку потом основной на полотно увеличивал размер спиц то если не дай бог в обратную сторону тут там вообще труба не было наверно ни разу чтобы я не знаю я сейчас себя немножко неправильно чувствую потому что я вообще никогда на память не жалуюсь но это какие-то просто заколдованная ситуация почему-то постоянно не забываю так что там у меня было связано именно сверху вниз зала детскую кофточку я регланом сверху вниз и резин там была тоненькая ниточка полотно должно было быть основное такое прям воздушненькая нежная вот резиночка должна была все таки форму держать я и на одном рукаве забыла номер спицы взять на пол номера меньше я хотела и на втором и по итогу все перевязывала вот такая вот я забывал так четвертый пункт тоже я постоянно забываю делать отверстие для пуговиц то есть но в целом я не забываю что если здесь будет у меня в этой кофте пуговицы то нужно с другой стороны сделать дырочки но когда я допустим рассчитала изделия узор у меня какой-то я вижу цель на вязаную эту планку да то есть не потом из кромочных поднимаю планочку и вижу там я не забываю а именно когда идет вязание с цель на вязаной планкой и надо спустя там например 10 рядов вспомнить что где-то там в конце ряда еще нужно сделать накид для того чтобы образовалась девочка для пуговицы для того чтобы застегнуть ее в общем я постоянно про это забываю приходится опять же распускать ну понятно что целое полотно и не распускала я спускаю пару петель и исправляют ошибку но все равно постоянно забываю не знаю надо какой-то будильник придумать такой чтобы пикал когда у тебя на счетчике например поставить что пикал десятый двадцатый ряд и когда ты пришел к десятом нажимаешь и когда меняется на 10 ряд чтобы он как-то там пикал тебя пуговица вот с этим тоже проблема всегда забываю следующий пункт я постоянно забываю заносить расход пряжи в таблицу у меня есть табличка создавала я конечно и не специально для этих целей вообще таблица создана для того чтобы подсчитывать результаты марафона в завязке но в один день я решила что мне тяжело в голове держать все свои ниточки особенно остаточки раз там разные моточки которых по одному по два осталось чтобы когда у меня появляется какая-то мелкая вещичка в идеях чтобы мне можно было с легкостью вспомнить что у меня там есть и я решила такую же таблицу завести отдельно для себя не постоянно ее вести и наверное месяца ну два я и вела то есть я там пряжи купила я занесла ее в табличку по алфавиту с цветом с номером цвета совсем на свете и я довязала изделия и указала расход на изделие и потом когда вдруг меня допустим там какое-то еще изделие захочу связать я зайду в табличку чтобы не не лазить в коробках не искать эту пряжу не идти за весами я залаживаю эту табличку и вижу что у меня допустим там осталось от прошлого процесса 130 грамм вот ну в общем месяца два меня хватило потом началось все с того что я однажды забыла внести огромную посылку с пряжей и потом начало из нее вязать из этой посылки открыла таблицу хотела внести расход до на изделие но вспомнила что пряжу саму я не внесла и в общем забросила и думала уже 15 раз что надо бы неплохо бы все это дело возобновить и хотя бы просто воню вносить расход того что есть в таблице той пряжи но постоянно тоже об этом забываю не знаю когда заканчиваю изделие наступает какая-то эйфория и там уж точно не таблица мне так еще один пункт он конечно не такой плачевны и скорее всего он плачевны и даже не потому что это глобальная проблема просто это проблема нашего города я постоянно забываю покупать аксессуары заранее это всякие там пуговички молнии липучки бантики бусинки все дело в том что у нас в городе с пуговицами настоящий напряг с пуговицами особенно напряг пуговицы не купить и бывает такое что я внезапно там попадаю в минск хожу по магазинам рукодельным знаючи что у меня в ближайшем времени там появится какой-то проект на которое надо там 10 белых пуговиц и лиону мы возможно уже у меня в процессе я будучи в минске я могу пройти в магазине мимо рукодельного отдела швейного там где есть эти пуговицы останется только подойти выбрать и все равно забуду у меня пуговицы очень редко покупаются заранее это прям не знаю почему я забываю прямо должно какое-то чудо случиться было наверное всего два раза когда я купила пуговицы заранее вот так то есть пока у меня еще визелье не было полностью завершено я купила пуговицы с последних это было вот розовое платье пинг чарм мастер-класс снимала последний по детскому платью и заходила в магазин рукодельный не было денег так хотела что-нибудь купить и я пошла просто в пуговицы и вспомнила что мне нужны пуговицы на розовое платье и вот купила заранее и перед этим покупала тоже как-то давновато но покупала пуговицы просто впрок то есть я пришла вспомнила что мне нужны пуговицы есть проблема просила продавца показателем достала я купила какие-то там розовенькие пуговички и они у меня потом лежали полгода я их использовала вот а так чтобы вот заранее подготовиться к проекту там вяжу да купить необходимое количество купить олнию купить пуговицы такого нету дыра у меня не голова вот потом еще есть одна такая проблема я постоянно забываю фотографировать но нет вру не постоянно но забываю фотографировать готовые работы и текущие процессы текущие процессы я сейчас еще более-менее помню только потому что инстаграм веду да показываю вам что у меня в данный момент в процессе раньше такого не было у меня вообще не было ни одной фотографии процесса я не понимала зачем я могла сфотографировать процесс только если я вязала в каком-то совместнике на форме раньше вот асинка была потом другой случай когда я вязала вещь на заказ и у меня заказчики иногда просили держать в курсе дела просто для того чтобы наблюдать за процессом но в этом некоторым людям это душу вот и так просто вот у меня фотографий процессов не было и у меня была один раз ситуация когда я об этом пожалела я решила что две-три фотографии хотя бы на телефон никогда не повредят вы даже просто потом для архива старости пересмотреть все эти фотки посмотреть какая-то была молодец сколько ты вязала а проблема была один раз когда я на ярмарке мастеров это было правда давновато года два назад даже наверное больше выложила три работы с предложением связать на повтор то есть это были вещи связанные уже на заказ и я показывала готовую работу перед ну и писала что смогу повторить в любом цвете то в размере на заказ и ко мне спустя какое-то время в общем не заблокировали все три работы и ко мне обратилась администрация сайта с там даже не просьба там конкретно с требованием предоставить фотографии процесса самого для того чтобы они убедились что это вязала я а не каталожная модель в общем-то я тогда не особо поняла зачем они это делают я понимаю что ну то есть я понимаю но я не понимаю какая им разница знаю но возможно это конечно хорошо это как-то защищает покупатели но мне кажется на ярмарке мастеров сидят только сами рукодельницы и максимум что там происходит это обмен своими работами то есть я кому-то платье свяжу а он не сделает картину бисером или выдает вазу вот так и вот тогда к сожалению у меня была фотография процесса только одной работы это всего одна это потому что я распускала в одном месте вязание и хотела немножко подкорректировать для того чтобы не зарисовывать схемы просто очень близко сфотографировала саму саму полотно да и вот только эта фотография у меня была это она им не подошла но они как-то якобы сделали мне одолжение и эту работу оставили все остальные заблокировали и все вот так поэтому процессы нужны фото а вот с готовыми работами тоже печалька сейчас конечно я стараюсь больше фотографировать уже все что я свяжу хотя бы там какое-никакое фото но вот хороших фотографий очень мало когда на модели как-то знаете типа фотосессии вот таких у меня фотографии очень мало не знаю постоянно забываю о том что нужно это сделать если я я не могу закончить вещь постирать ее выслушать и в тот же день побежать фотографироваться просто потому что даже некому меня фотографировать не всегда я в настроении а потом когда придет время я одену эту вещь куда-нибудь там выйду я забуду о том что надо бы сфотографироваться так еще один такой момент когда я вяжу себе или кому-то из своих близких я так же как и со сменой спиц я увлекаюсь опять же сильно процессом и я забывает примерять это тоже печальная история потому что один раз я вязала что же я вязала жакет себе связала два рукава вязала одновременно на спицах на одних да и в общем-то расчеты там как-то делала на глаз или по старым записям наверное вязала которые не совсем наверно точно разобрала да так и было у меня были расчеты но когда-то давно я в общем закончил этот процесс на одном месте и забросил и потом спустя много времени села вязать жакет по старым записям из когда связала рукава уже начала вывязывать окаты и в общем потом приложила и поняла что мне прям очень узкие рукава даже на западе на запястьях там реально не хватало прям очень много вот и вот если бы я допустим в начале в самом работе там после каких-нибудь 10 сантиметров примерила проблема это и бы не возникла а так я распустила напротив два рукава это хороший кусок работы там были сплошные раны косы наверное два дня работы все-таки ушло у меня на это дело и пришлось потом распустите я постоянно забываю примерять чтобы я не вязала я я начала себе вязать платье но почему бы не провязав там 10 сантиметров 5-12 сколько угодно не попробовать одеть на бедра то или посмотреть как проходит грудь в это вязание постоянно забываю примерять и довольно часто из-за этого перевязывала вещи так следующий пункт я постоянно забываю проверять нам номер партии пряжи все потому что я на самом деле ни разу не сталкивалась такие стакли с такой проблемой когда отличаются цвета да то есть такого чтобы вот я вязала там каким-нибудь голубым цветом изделия у меня не хватило пряжи я до заказала эту же пряжу и и мне пришел оттенок которые потом в полотне отличается у меня такого ни разу не было но очень много вокруг меня таких историй которые когда девчонки рассказывают что там не совпал оттенок прям показывает и на самом деле видно эту разницу и как бы жизнь вроде как найти умная учиться на чужих ошибках дураки на своих вот я тот самый дурак который на своих ошибках учится видать пока вот меня не прищемит то есть у самой такая ситуация не возникнет я никогда не запомнила то что надо проверять номер партии хотя бы пробовать да я заказала цвет и вообще не парюсь о том какая там партия не знаю но в общем пока мне с этим делом везет но надо бы потихоньку к этому привыкать чтобы потом не наткнуться на эти грабли так следующие пункт он касается той табличке который я рассказывал я постоянно забывал как камни пряжи есть наличие это наверное скорее всего связаны в общем то с тем что мне не маленькие запасы и конечно пряжи которые много у меня там допустим я помню хорошо что у меня упаковка дивы бирюзовой упаковка синий упаковка коралловая хорошо знаю что мне полкило белые беллы но когда допустим приходит например мне нужно связать ну к примеру фиолетовый цветочек я сижу и я не могу вспомнить есть у меня фиолетовая пряжа нужного мне состава или нету или мне нужно там я вязала шапочку весной и белые и мне не хватило буквально немножко на завязки я не могла реально вспомнить что у меня есть белая похожего состава или хотя бы похожего метража чтобы довязать эти веревки и и получается постоянно приходится рыться в этих коробках иногда я ленюсь и в общем пытаюсь как-то по-другому выйти из ситуации но вот табличку до забил а ну а толку если я забываю ее вести поэтому проблема того что нет полного представления о имеющейся в наличии пряжи тоже есть я кстати да очень классно помогала мне когда в марафоне я перефоткала всю пряжу прям отдельно каждый вид по цветам и я заходила иногда в свой альбом и пролистывала эти фотографии вспоминала что о вот эта пряжа у меня есть в наличии но опять же с того момента как я фотографировала это было начало января прошло уже практически полгода и понятно что там запасах у меня много чего поменялось и было бы неплохо перефоткать все сразу да или допустим ну как-то это постоянно контролировать появилась новая пряжа сфотографировал какую-то папочку себе сложил то что из в зал удалил но в общем опять же забываю так следующий пункт которые уже знаете и серии когда дурак уже вроде и научился на своих ошибках а все равно повторять ее я постоянно забываю носить с собой сантиметровую ленту когда я работала в офисе да когда я не была вот домашним вот этим ленивцем как многие считают у меня всегда была в сумке сантиметровая лента все дело в том что я сходила с сумками именно сумками да не с портфелями не с рюкзаками а именно сумками потому что я была офисная работница я всегда была в платье на каблуках и у меня конечно же была сумка и когда я меняла сумки в зависимости от наряда я перекладывал аккуратненько все содержимое и вместе со всем содержимым перекладывала сантиметровую ленту вот а потом как-то когда я перешла уже на спортивный стиль потому что стало более удобно ходить именно так и и у меня сумки все перекочевал в рюкзак почему-то сантиметровая лента там не прижилась и часто бывают такие ситуации когда ну надо померить а померить нечем и приходится какие-то ниточки там веревочки где-то искать замерять веревочкой или узелок завязывать или отрезать и потом домом перемирять ну в общем это лишняя такая заморочка можно было бы просто положить сантиметровую ленту в портфель при том что у меня их дома четыре четыре ленты но почему бы одно не положить просто навеки вечная в портфель честно снимаю видео пойду положу на самом деле так следующий пункт тоже очень немаловажны особенно для тех кто вяжет на заказ и на продажу а для меня он немаловажны просто потому что я хочу это знать это я всегда забываю засечь время время работы над процессом над работой до какой то то есть я придумала сейчас вот ну к примеру связать вот этот топ капучиновый я хочу знать сколько времени я потратила на него чтобы просто даже рентабельность посчитать его насколько он не на сколько он не обойдется даже лично мне пусть даже не на продажу сколько времени на него потрачу и и я очень давно хочу вести такие записи по затрате времени на каждую вещь пусть хотя бы даже не на все уже подряд но хотя бы на большие или на сложное будет например там тонкая очень пряжи или там какой-нибудь ажур такой сложный который с большим рапортом не знаю в общем или какая-то очень большая вещь и я вот поверьте мне ни разу этого не сделала все ни разу не засекла сколько времени у меня ушло на ту или иную работу и постоянно об этом забываем так следующим пунктом у меня вообще глупейшая такая галочка если постоянно забываю проверять деление утюга то есть вот я решила отпарить изделие я хорошо знаю что эту пряжу можно утюжить только и на единичке я включаю утюг он нагревается лампочка выключается я начинаю утюжить от утюжила и потом такая ой а тут на троечке то есть я вот в тот момент когда включаю утюг почему-то забываю проверить на каком делении стоит вот этот нагрев и было один раз когда испортила изделие когда вот вязала мужской свитер из ланы голд я его отпарила на тройке хотя там так не рекомендовано и возможно если бы я вот не забыла посмотреть на деление утюга и отпарила бы на единичке как рекомендует производитель не было бы такой проблемой и потом бы не пришлось взять второй свитер но в общем есть свои плюсы зато есть теперь на канале мастер-класс по такому свитеру мужскому так ну и последний пункт в моем этом списке это то что я постоянно забываю о планах это тоже бы конечно было бы неплохо записывать но я в каком смысле забываю о планах я конечно помню что мне сегодня нужно связать рукав да и я хочу еще вечером связать один ряд ракушек потому что дала себе установку что платье моё будет расти в день на один ряд ракушек но я про планы такие знаете которые долгоиграющие то есть я допустим сейчас мы попытались в общем-то рассуждать то есть не для того чтобы что-то вспомнить надо выстроить прям такую длинную логическую цепочку все это проговорить вслух потому что когда начинаю думать про себя отвлекаюсь забываю и все и как будто ничего не было мысли мои переключаются например мне сейчас нужно связать купальник короб топ два платья топ себе закончить три начатых процесса себе еще по которым нет мастер-классов дальше мне нужно связать много работ которые я пообещала своим зрителям для и связать и снять по ним мастер-классы и тут внезапно я придумываю что мне нужно связать детский бодик и сажусь его вязать и потом такая понимаю что что-то не то что-то планы мои как-то рухнули я вроде должна была что-то другое делать а потом вспоминаю ах да точно я же должна была вязать то-то и то-то а почему я начала делать это потому что я просто забыла а было бы записано я бы посмотрела в этот список и подумала боже ну куда мне ищу и бодик вот поэтому у меня кстати много процессов и я себя за это не ругаю не знаю много и много зато мне вязать веселее вот такие вот у меня были пунктики всего их 14 штучек я смотрю сейчас блокнотик свой видео наверно показывает меня не самой лучшей стороны но зато как есть в общем то вот девочки блогеры расскажите пожалуйста о своих забываках таких вот о своих пробелах памяти в плане вязания мне будет очень интересно послушать посмотреть с кем у нас совпадает возможно что то возможно я что-то у вас услышу из того что я тоже забываю но и об этом тоже забыла 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 о том что забыла звучит по моему гениально вот пошла я вязать рукав пока я не забыла сколько здесь рядов у меня потому что я опять не записала но я специально связала четное и нечетное круглое количество рядов чтобы не забыть здесь 70 рядов 70 она добыла 64 пока помню но пока довяжу не знаю насколько я буду помнить вот спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующих видео и пока пока сижу пытаясь вспомнить в каком из ежедневников у меня записаны вопросы для тега касаемого вязания на публике у меня блокнотов записями больше 8 8 это те которые я помню и я была уверена что в этом блокноте но в общем походу здесь его нет и сейчас мне нужно будет все переписать чтобы найти эти вопросы вот так вот вот так вот вот так вот Продолжение следует...